Всем привет парни! У нас идет пятая неделя праздников и сейчас непосредственно в продаже такие танки как М54 Ренегат, Лансен и 56ТП. Я думаю вы все прекрасно понимаете, что из этого списка самый интересный вариант это конечно же Ренегат, потому что машина действительно сильная. И именно сегодня я хотел бы поговорить о Ренегате, потому что есть опыт игры на этой машине, есть его брат-аналог в ангаре, и поэтому хочу поделиться с теми, кого интересует вопрос, стоит ли его брать. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Ренегат это премиум тяжелый танк США на восьмом уровне как обычно, имеет машина свои плюсы и минусы, главный конечно плюс это его орудие, то есть мы видим что у нас пушка прям вообще суперовая, 105 мм, которая установлена на другом танке, я покажу его также, имеет базовое пробитие 226, голда пробивает 255. Да, пробитие не рекордно, это правда, но альфа страйк в 360 это очень даже приятно, при этом у нас довольно быстрая перезарядка в районе 8 секунд, когда стоит досылатель и боевое братство, и неплохой разброс на 38, время сведения 2,5 секунды. Как вы понимаете, все это раскачивается до приемлемых значений очень и очень быстро, давайте добавим его к сравнению, поговорим более детально. Так вот, варианты оборудования для ренегаты, что стоит в него ставить, я бы поставил точно закалка, досылатель и можно поставить третий по выбору, или стабилизатор, или турбину, в основном можно ставить турбину, он довольно таки бодрый, но турбина точно не помешает. И в таком ключе, при такой сборке у нас 8,5 секунд перезарядка оружия, и это очень классно, при том, что у нас УВН и минус 10, парни, а это прям очень и очень много. На такой сборке у нас 2,34 сведения, 0,36 разброс. Танк также имеет бронирование, довольно неплохое, есть конечно уязвимый прыщ, об этом мы поговорим более детально в коллиже, но видим, что когда мы ставим турбину, у нас максималочка сразу становится 49 км в час, а это приятно. Поэтому парни, сразу авансом скажу, стоит ли его покупать, Ренегат хороший фармер, кто бы что ни говорил, это очень хороший фармер. Насчет его брата, это Йох, который был из коробок, у них абсолютно идентичные орудия, то есть как видим пушка та же самая, 105 мм, имеет немного другие буквенные обозначения, не знаю зачем сделали разработчики так, тут конечно есть разница в разбросе, на Ренегате, как видели 0,38, здесь 0,4, но по геймплею орудия ощущаются абсолютно одинаково, поверьте мне. Так что что, по Ренегату в принципе разобрались, давайте посмотрим коллижен, а дальше посмотрим крутой настрельный бой, поэтому парни, поехали в коллижен. Вот так выглядит коллижен модель этого танка, видим, что у нас очень даже неплохая броня в башне, то есть действительно значение приятное, на 8 уровне способен отбивать много что, за исключением вот этого вот прыща, который будет принимать абсолютно все калибры в себя, даже шестые, и имейте в виду то, что это главная проблема этого танка. Можно посмотреть на НЛД, там тоже имеется бронирование, если доворачивать, ромбы ставить, то отбивать она способна, как и в ЛД, но вот это портит картину танка в целом, и это самая уязвимая зона, вам всегда будут сюда стрелять, поэтому Ренегат это более машина, которая подходит скиловичкам, если вы новичок, это будет сложно, парни вас будут насиловать, даже при том, что танк сильный, у него реально сильный, хороший ствол, с которого можно наносить урон, можно фармить, но вот это, это камень преткновения, правда. В остальном, борт тоже способен что-то отбивать, но лучше его делать, конечно, поострее, потому что мы видим, что он прям идеально не защищен. В основном это УВНы, у нас минус 10, то есть в этом вопросов никаких нет, мы стали от башни, закрепились и стреляем, но надо постоянно поднимать пушку вверх и уводить в право башню, потому что мы будут пробивать этот прыщ, и это, ну, реально, это боль, это боль. По броне поговорили, танк, еще раз скажу, для скилловых игроков, если вы новичок и хотите взять его просто попробовать, попробуйте, конечно, никто вам не запрещает, но вы можете очень сильно от него огорчиться. Бой, друзья, у нас на карте Редшир играет, это реплей моего друга Алекса, с нами тут играет и хомяк, чей бой вы видели на объекте 277, мы играем с водами, вечерами катаем по кайфу, сейчас отличное время, чтобы фармить, поэтому, как видите, мы фармим. В этом бою Алекс раскроет полностью танк, покажет его сильные и слабые стороны и затащит бой, здесь будет нанесено большое количество урона, бой на мастера, поэтому не переключайтесь, будет действительно интересно. Чем хорош Ренегат? Конечно, парни, он хорош тем, что у него есть отличные УВНа и хорошее орудие, главное преимущество этого танка, это его орудие, то есть здесь, знаете, когда он создавался, скорее всего, это была создана пушка, и после этого вокруг пушки решили построить танк, потому что орудие здесь действительно, мое почтение, это у тяжелых танков, наверное, на восьмом уровне одно из самых адекватных орудий, которые имеют хорошее пробитие, хорошую стабилизацию и адекватный урон. Будь здесь 400, это вообще была плетейшая имба, ну, очков за выстрел, если бы он выбивал по 400, это прям вообще была бы задница для всех, кто в прицеле. Но 360 это достойная альфа, комфортная альфа, плюс орудие, как я уже дважды вам сказал, очень и очень комфортное. Единственное, то, что мы говорили в коллижен и разбирали, это вот этот вот огромный нарост на башне, он действительно портит ощущение от машины, и если вы новичок, не умеете играть от орудия, чисто там от альфы и так далее, вам будет сложно, потому что в эту просто прыщ в этот будут забрасывать все. Видим, что стоялого, пока скучно, поэтому, парни, давайте пока поговорим. Вы обязательно напишите в комментариях, как вам такой формат роликов, я, в принципе, стараюсь создавать ролики постоянно в одном и том же формате, то есть в разговорном формате, если вам это интересно, пишите, если не интересно, напишите, почему не интересно, потому что мне хочется понимать, что для вас снимать, что для вас важно. Сводится на мауса и пробивает его в крышу, 359, отлично. Как видим, орудие позволяет выцеливать на средней и дальней дистанции, здесь, конечно, поспешил с выстрелом, но есть засвет, 858, подсветил, ребят, по Т-30 там накидали. У ренегата, помимо, извиняюсь, хорошего орудия еще и обзор неплохой, поэтому можно спокойно и подсвечивать. Ну, конечно, оптику на него ставить, это прям грех, но машина реально адекватная по обзору, можно спокойно подкатывать и работать. Дает тычечку еще одну по маусу, видим, что орудие быстро сводится, классное, комфортное. Так вот, стоит ли его покупать, отвечая на этот вопрос, да? Из того, что продается сейчас, я не думаю, что ренегата еще будут продавать, и я сильно сомневаюсь, что его могут добавить в магазин под рейд ину. Но если вдруг вы смотрите этот ролик спустя какое-то время, после нового года, и у нас уже начался трейд ин, и есть ренегат, стоит ли его брать? Я думаю, на сегодня, да, стоит, потому что машина, как я уже сказал, она хорошо фармит, она интересная, на нем приятно играть, комфортно, поэтому однозначно стоит, машина реально крутая. Как на нем играть, это вопрос немного другой парни. Учитывая, что у нас есть УВН, он играть может практически в любой позиции, это правда, но ситуация в том, что УВН это не все. У танка огромная проблема с башней, то есть здесь ты ничего не сделаешь, с этой проблемой нужно бороться. И как с ней бороться? По сути, секретов никаких нет. Вам главное эту башенку прятать, то есть в идеале вам выезжать стоит с той стороны, с которой эта башня будет скрыта. То есть что я имею в виду? Вам лучше выезжать, когда дом находится здесь, а вы выезжаете отсюда. То есть вы встали и высовываете, чтобы башенка была скрыта. В таком положении вы будете уязвимую зону свою основную прятать, и соответственно вас будут меньше в эту уязвимую зону пробивать. То есть это единственный такой прием, на котором можно реально хоть как-то скрыть эту фигню. Потому что башня это реально боль. У Е5, если взять Т110Е5, они чем-то похожи с ренегатом, это в принципе танк альтернатива в какой-то степени. Но вы должны понять, парни, то что у Е5 эта башня пробивается через раз, то есть она не пробивается каждым выстрелом. А у ренегата в нее прилетает с уроном, и с уроном прилетает всегда. Здесь видим, что Алекс спокойно стоит, отбрасывает по засвету. Стабилизация у танка также есть, и она очень неплохая, можно стрелять и сходу. То есть такие выстрелы вот как по кори, очень даже комфортно получаются. 2600 урона есть, 1100 на свете. Танк довольно быстро набивает урон, и это приятно. Тоже непонятно, куда улетел снаряд. Кстати, парни, у вас нету таких проблем в танках, то что вы сводитесь полностью, стреляете, а снаряд как будто проходит наскурс. Я не знаю, у меня прям с этим какая-то ерунда происходит. Мы буквально вчера играли, я играл на саму АСМ, барабан французский 8 уровня. У меня фул барабан ушел куда-то просто в никуда. Я не понял этого прикола, поэтому отпишите. Вылазят здесь противники, дает быстрый шот по Леопарду, чтобы сбавить его натиск. И остается они вдвоем, сейчас Сушку убьют. Да, она умирает, все. Они остаются вдвоем против 7 танков. Как видим, Эмиль в этом бою еще фуловый. Алекс на 2 выстрела. Ну, Т30 на 1. Конечно, этот бой будет выигран не без везения, парни. Вон сзади в гусеницу Т30 попадает. Алекс убивает Джессор и сразу же выходит на Т30, чтобы его добить. Потому что понимает, что у Т30 жутко долгая перезарядка. Вот, минус 2 танка за 2 секунды. Очень классно, очень приятно. 4150 урона в копилке. Очень сильно повезло то, что не пробил Т30. Потому что он выехал в корму и выстрелил в гусеницу. Просто если бы он стрельнул в корму, это точно он бы убил Алекса и Эмиля бы они толпой загрызли. Видит здесь перед собой Удес, дает тычку и тараном забирает. Удес сделал большую ошибку, то что поехал таранить. Он мог остановиться, просто опустить корпус и убить. То есть там пробитие такое, что хватило бы в любую проекцию. Тем более Алекса стоял чуть-чуть выше, там НЛД был открыт. Но видим, два противника поспешили. Почему я это говорю? Потому что в танках парни очень важно не торопиться. Здесь еще и добирает спокойно 122 ТМ. То есть максимально шотные, приехали все сливаться. То есть безголовые. Вместо того, чтобы встать на захват, как-то выманить, они решили все поехать на то, чтобы добить танки. При том, что Эмиль фуловый. И засвет по Эмилю был. Но то, о чем мы и говорим. В танках никогда нельзя спешить. Особенно в боях, в которых вы остаетесь в меньшинстве. Сразу заряжаем голду. Это важно. Сразу же. Потому что каждый выстрел должен быть эффективный. И стараемся играть аккуратно. Вперед ехать смысла нет. Епис шотный. Еще где-то катается Футур. Шар Футур, кстати, очень даже неплохая покупка. Если хотите. То есть он будет скоро продаваться, я думаю, с новым боевым пропуском. Вот Футур заезжает в спину. Здесь повезло, что труп очень удачно стоит у Деса. Дает тычку по Футуру. Сразу каток. Футур минус один. Еще три остается. Так. Снова ставит каток. Два еще снаряда в нем есть. Пробил его и Футур. И здесь снаряд уходит в ВЛД. У Футура ВЛД очень противное. Поэтому бывает, что такое и отлетает. Так что Футур будет продаваться, парни. Я думаю, можно себе его прикупить. И вот последним выстрелом Алекс ставит точку в этом бою. Результаты перед вами. Здесь максимально показана игра на Ренегате. В том плане то, что вы видите, орудие максимально приятное. И действительно, на этом танке его главная фишка это орудие. Корпус там, подвижность. Это все дополнительное. Но пушка это просто супер. Поэтому обязательно напишите мне, как вам такой разговорный формат. Немного ли я разговариваю. Это тоже для меня важно, чтобы я понимал. И до новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok